Здравствуйте, в эфире проект Икра. Меня зовут Павел Седов. Сегодня у нас в гостях директор нашего оперного театра имени Глинки, господин Досаев. Здравствуйте. Добрый день. Владимир Досаев родился и вырос в городе Магнитогорске и в течение 20 лет с успехом возглавлял Магнитогорский театр драмы. Как управленец Владимир демократ с авторитарной хваткой и в театральных кругах представлять его не нужно. Досаева уважают, боятся и даже завидуют. Именно в годы его правления Магнитогорский театр драмы дважды номинировался на высшую театральную премию страны «Золотую маску». Ни один другой драматический театр области подобной чести удостоен не был. Весной этого года Владимир вступил в должность директора Челябинского театра оперы-балета имени Глинки о семье, карьере в искусстве и преобразованиях в Челябинском театре. Владимир Александрович Досаев в программе «Икра». Владимир Александрович, скажите, пожалуйста, вы любите икру? Ловить, да. Ловить, да. Любите ли вы икру так, как люблю ее я, да? Я вам предлагаю попробовать. У нас такая традиция. Все-таки икра – это такой символ успеха. И я уверен, что вы тоже считаете себя успешным человеком. Икра с кофе, она вообще особенно вкусна. Вы какую кухню предпочитаете именно с детства? Ну, кухня была самая разнообразная, потому что отец у меня болгарин, вообще чистый, да. Вот, мать осетинка, поэтому в основном была восточная пельмени. Какая горячая у вас смесь болгаро-осетинская. Ну, а любимое блюдо? Ну, на сегодняшний день, как у всех, наверное, это все-таки русские пельмени. Вот так, да? Да. Вы их сами лепите или все-таки есть такие варианты, когда можно их купить? Нет, я в основном предпочитаю сам делать. Ну, с детства вы кем хотели стать? Ну, как в детстве, как и все. Поедая пельмени, да? Да, космонавтами, не знаю, там, спортсменами. Вот. Как в крайнем случае, в детстве какой-то такой тяги к культуре и искусству не было. То есть я себя в этой области не видел и не представлял. Ну, это понятно. Но все-таки какая профессия, может быть, вас привлекала? Не знаю, были варианты ответов, как он... А я хотел стать водителем троллейбуса, потому что он большой, и у него красивые рога. Вот так вот. Нет, вот водителя... Не было такого конкретного? Нет, такого не было конкретно. Вот дочь в детстве, все время мы ездили мимо стройки, все время там кран работал. Она говорит, я хочу быть кранофицей в возрасте 3-4 лет. А я себя в этом возрасте не помню, что я хотел. Но все-таки космонавт, спортсмен, да? Вы спортом занимались? Занимался, да. Ну, как все дети, все всегда же выбирают то, что видно на экране, что чаще показывают, о чем чаще говорят. Поэтому люди себя видят именно в тех ипостасиях, где наиболее престижные, наиболее рекламируемые, показываемые. Ну, тогда, в то время у нас были космонавты, спортсмены. Скажите, пожалуйста, ну, а потом-то вы все равно же выбрали профессию, вы же пошли в вуз? Да, я хотел быть историком на тот момент, когда я заканчивал школу. Я хотел быть профессиональным историком. Вот я даже поступал в Ленинградский университет на эту специализацию. И специализацию сдал на пятерку, несмотря на громадный конкурс. Вот, как оказалось потом по итогам, все, кто сдал специализацию на пятерку, никто в вуз не поступил. Вот. В том числе и я. Ну, очень жесткий был отбор, очень жесткий был конкурс. И, в общем, к сожалению, те, кто профессию знал лучше всех, те не попали. Ну, вот такая была история. Вы поступали туда. Да. А поступили куда? Нет, ты поступил, после этого я ушел в армию. Меня призывали оттуда, из Петербурга. Тогда Ленинграда. Вот, служил я в Амурской области, на границе с Китаем. Вот, на границе, тут, это про вас, да? Правда, я не был пограничником, но мы стояли в 20 километрах от границы, дивизия прикрытия была. А это какой год, скажите? Это был 77-79. Ну, там же очень сложные отношения с Китаем были. Да, там была война в это время Китая и Вьетнама. Вот, нас две недели держали под ружьем, так сказать, танки были заведены, пушки завязаны. Вот, а потом вернулся просто в Магнитогорск к родителям, потому что я один у родителей. Ну, и в результате оказался в педагогическом институте. Все-таки? Да, но уже не историком. Оказался иностранный язык. Какой? Английский, немецкий. Вот, ну, тогда это было популярно, особенно немецкий, да, и английский тоже? Ну, нет, я думаю, что в то время этот факультет не был так популярен, наверное, все-таки, вот, в настоящее время это очень популярная, как бы, профессия, как юрист и как бухгалтер, и тогда это было немножко другое. Но, тем не менее, поступил там, учился, и вот оттуда, наверное, уже с института и пошло небольшое отклонение в сторону культуры, что стало и профессией. Вы были в институтском театре? В институтском театре я не был, я им руководил. Вот так, да? Да. То есть вы сразу пошли на руководящую административную должность? Студенческую административную, да. То есть я как-то так получилось, совершенно неожиданно, но, может быть, потому что я был взрослый, ну, по сравнению с остальными... Ну, после армии же вы пришли, да. Вот, то есть я занимался клубами самодетельной песни, организацией, КВНами. Вот мы в театре тогда вместе, такой был Ибрагимов, он сейчас в Москве актер театра «Куклы», актера «Буратино». Вот он пришел с идеей создать театр студенческий, тогда мы создали, и было три спектакля, мы показали. Далее, получается, после института уже, само собой, решалось, что вы пойдете в театр? Ну, после третьего курса я ушел на заочное отделение в Уфу, потому что в Магнитогорске не было заочного, и меня позвали в Комсомол, где я был, собственно говоря, занимался тем же самым, организацией городских праздников, слетов туристических, там, массовых всех мероприятий, Днем города, ну, и так далее. Вот, и вот три года практически я работал в Комсомоле, занимаюсь именно вот этим. Ну, из Комсомола, естественно, тоже дорога на руководящие посты, так получилось в нашей стране. Ну, вы знаете, не то, что руководящие посты, просто освободилось место филармонии, с которой я тесно сотрудничал, я очень много людей знал, вот, и, собственно говоря, практически автоматически мне это место предложили. Вот, я недолго, думаю, согласился, и вот, тоже определенный фрагмент жизни был посвящен работе именно вот в этом жанре. В 1956 году Челябинский государственный академический театр оперы и балета имени Глинке распахнул двери первым зрителям. В его стенах всегда проходили международные фестивали, а коллектив театра ежегодно радовал челябинцев и гостей города высочайшим искусством. И вдруг мирная культурная жизнь дает трещину. По городу стремительно разлетаются и подтверждаются слухи о нарастающем конфликте между руководством и творческим коллективом. После скандального ухода с руководящего поста Дениса Северинова театр оперы и балета необходимо было вновь поднимать на должный уровень. Весной этого года для исправления ситуации Министерство культуры Челябинской области удалось заполучить в столицу Южного Урала настоящего тяжеловеса в культурном бизнесе Владимира Досаева. Свой родной маленький театр и огромные заслуги он меняет на большой театр с гигантскими проблемами. Все требовало основательного подхода. Неукомплектованность коллектива, ветхость здания и серьезная работа над репертуаром. Первые шаги сделаны и сегодня мы уже с уверенностью можем говорить. У Челябинского театра оперы и балета вновь светлое будущее. Скажите, ну а в новой-то должности уже, в должности директора театра оперы и балета Челябинского вы уже освоились? Насколько долго уже в этом кресле? С середины марта этого года. Ну, сказать, что на 100% нет, конечно, потому что, наверное, даже человек, который отработал 20-30 лет, будет не очень правдой говорить, что он полностью освоен и полностью внутри. Но, тем не менее, думаю, что основные проблемы, основные позиции, основные векторы развития я уже понимаю. А не стесняясь, можете сказать о сложностях вообще в должности директора оперы? Могу, конечно, сказать. Ну, вы знаете, есть несколько видов театров на самом деле. Я сейчас не беру по жанрам, я беру по структуре. То есть есть федеральные театры, есть областные, есть муниципальные. Вот. Поэтому федеральные театры, если мы говорим о театрах оперы и балета, это, естественно, Большой театр, это, естественно, Мариинский театр, это Немировича Данченко. И, в общем, вот эти театры, они, конечно, финансируются на совершенно... Это, кстати, театры из города Екатеринбург, и они финансируются на совершенно другом уровне, чем мы. И поэтому вот проблема, первая проблема, это сдерживание кадров, особенно, что касаемо Екатеринбурга, который, естественно, хочет он этого, не хочет, но он забирает лучших людей отсюда, потому что там заработная плата выше, и, естественно, люди уезжают. И это вот как бы одна из основных проблем, которые на сегодняшний день существуют. Ну, вот буквально несколько дней назад был на прослушивании, значит, у нас один артист из Ижевска, договорились все, ударили по рукам, он уехал туда, там узнали, подняли зарплату, человек остался на месте. Вот. Поэтому кадровая проблема, это вот одна из основных проблем, которые на сегодняшний день существуют, мы ее пытаемся решать. И если мы говорим там о балете, то вот мы говорим, и я думаю, что мы все равно это сделаем, балетную школу свою, потому что балет вообще, в принципе, весь иногородний по своей сути. Вот. Мы договорились с УЗом здесь на месте, что мы будем готовить артистов хора, будут они проходить у нас практику, чтобы, ну, как бы, хотя бы основную нишу иногородних в театре занять своими. А семья переехала с вами, или она еще в Магнитогорске? Семья пока не переехала, я надеюсь, что это в ближайшее время произойдет. Ну, как они-то отнеслись к тому, что вы отправились в столицу Южного Урала? Ну, как, как это говорится, жены военных, как говорят, да? Декабристов, да, еще даже? Декабристов. Вот. Ну, в принципе, с пониманием. В принципе, с пониманием, потому что сами видели и сами понимали, что дальнейшего, как бы, роста и перспективы и своего личного развития, и театра уже для меня там не было. Поэтому, несмотря на все какие-то проблемы существующие, ну, согласились. Ну, там театр, получается же, да, и... А, ну, там же еще и управление было, да? Ну, был промежуток такой, да. Как бы и чиновничья работа тоже, в принципе, присутствовала. А творчество, а как у вас складываются отношения с художественным руководством, там, с балетмейстером, с руководителем оперной труппы? Все прекрасно знают, что, значит, основное художественное руководство все сохранилось. Я вообще не сторонник каких-то таких жестких мер, что пришел с топором. Я не привел ни одного человека за собой из Магнитогорска, то есть своей команды никого нет. Вот, я стараюсь опираться на тех людей, которые здесь работают. Вот, поэтому... Обычно всегда со своей командой или не приходят? Ну, не знаю. Я тоже... Больше созидатель, да, получается? Люди работают там хорошо, успешно, значит, надо здесь просто смотреть. Ну, пока, в крайнем случае, до этого не дошло. Надеюсь, что и справлюсь с этими. Поэтому с художественным руководством очень хорошие теплые отношения, рабочие отношения с Гришанином. Все планы мы решаем совместно. Конфликтных каких-то таких серьезных проблем за это время не возникло. И я рад, что он остался, что он не уехал, хотя у него... Были предложения, да, у дирижера? Да, да. Вот. Что касается главного балетмистера, то мы по окончанию контракта с Уральским расстались. Для этого там был целый ряд причин. Ну, в общем, для зрителей, наверное, это не очень важно. Вот. И взяли нового главного балетмистера. И кто это? Народный артист России Юрий Клевцов. Вот, он бывший танцовщик, ведущий Большого театра. Вот, после этого закончил ВУЗ, как уже, как балетмистер-постановщик. Работал в Ростове. Вот. Я уверен, что, в общем, как-то вот уже за, он месяц отработал, уверен, что мы не ошиблись в выборе. Вот, человек, который болеет за дело, который хочет работать. И на сегодняшний день он в Москве как раз занимается тем, что ищет дополнительные кадры для нашего балета. Потому что нам нужно резкое усиление и омоложение состава. Вот. Поэтому надеюсь, что к концу сезона, ну, в крайнем случае, в начало следующего, мы увидим обновленный состав с совершенно другими возможностями и с совершенно другим качеством. Владимир Александрович, ну, про обновленный состав, вот вы сейчас сказали, вот как новости не смотришь периодически, да, если про оперный театр, если вдруг это не премьера и не что-нибудь позитивное, то это, скорее всего, такие вот склоки в коллективе. Коллектив ругается с руководством, коллектив бастует, коллектив выбирает нового художественного и нехудожественного руководителя. Вот, в основном, вот такие новости, это было, ну, прежде, по крайней мере. Как сейчас складываются с этим сложным творческим коллективом? Ну, значит, первое, что бы я хотел поправить, у вас все-таки театр называется не оперный, потому что балет всегда обижается в этой истории. Театр называется театр оперы и балета, да. Вот, что касается, вот недавно совершенно открытие фестиваля, который проходил у нас в театре, мы стояли рядом с министром, и я говорю, что-то вам, Алексей Валерьевич, слишком спокойно живется. За это время ни одной жалобы из театра не поступило, надо что-то уже организовать искусственно. Да, вот, вот, мы тоже что-то нам снимать как-то вот нечего. Поэтому я надеюсь, что вот одна из основных задач, которую я себе ставил, это изменение атмосферы внутри коллектива. И на сегодняшний день, вот, я говорю, что даже ни одной жалобы в министерство не было. Надеюсь, что люди поверили мне, может быть, не все, но, в крайнем случае, большая часть, наиболее здоровая часть. Вот, верю в то, что это будет продолжаться и дальше, потому что без веры в руководителя коллектива невозможно, а если руководитель не верит в коллектив, то это тоже ничего невозможно. Поэтому мы встречаемся, у нас было большое, очень бурное общее собрание, на которое мы прессу и не звали, естественно. Ну, а было бы интересно, мне кажется, да. Вот, ну, часа полтора, ну, в крайнем случае, вот, большая часть зала тогда уже меня поддержала. Сейчас вот мы приехали из Магнитогорска, мы были три дня на гастролях, перед этим были в Озерске, потом три дня очень хороших, успешных гастролей. Вот, ну, я постарался сделать так, чтобы коллектив почувствовал себя необходимым, почувствовал, то есть мы создали нормальные условия бытовые в поездках, вот, транспорт был хороший, полные залы везде были. Поэтому я вижу, что сейчас у людей совершенно другие глаза при встречах, не то, что там они мне там благодарят, но я вижу, что немножко взгляд изменился. Плюс просто в работе появился, ну, какой-то новый импульс у всех. Поэтому людям уже, наверное, может быть, в большей мере и некогда заниматься тем, чем они занимались. Все готовятся к новым премьерам, к новым спектаклям. Правильно? Какие нашли в новом сезоне? Да, я всегда говорю, что если что-то происходит, значит, нужно людей загрузить, когда они не загружены, у них начинаются интриги, склоки и все остальное прочее. Вот, поэтому в этом сезоне мы взяли на себя, в общем-то, достаточно серьезные обязательства по постановочной части. Ну, во-первых, мы в ноябре, уже 30 ноября, будет премьера спектакля «Слуга двух господ», балет. Когда-то этот спектакль очень давно шел, но потом вот то, что вы сейчас говорили, после одного из конфликтов, часть балетной труппы уехала, и спектакль сняли. Он практически сезон-то даже не шел. Вот, поэтому Мария Большакова, балетмейстер-постановщик, в общем, достаточно ее давно знаю, как оказалось по жизни, не связанной с театром оперы и балета. Вот, она согласилась восстановить этот спектакль, и вот 30 ноября будет первая премьера. Ну, а теперь хватит о работе. Скажите про свою семью, пожалуйста. Вы у нас в городе такой человек достаточно новый, хочется понимать, какой человек теперь у руля театра оперы и балета. Кто в вашей семье? Вот про каждого. Большая она? Нет, к сожалению, небольшая. Нас трое всего. Папа – это вы? Да, супруга Светлана. Ну, она сейчас домохозяйка, а так до этого занималась. То есть тоже была в творческой жизни, она была административным работником и в филармонии, и в театре. Вот. И дочь Алена, которая уже 19 лет, она учится сейчас, пошла, в крайнем случае, по моим… Стопам. Стопам. И, может быть, наконец тоже, не в смысле, не тоже, она наконец станет переводчиком, чего я в своей жизни не достиг. То есть она учится тоже на отделении переводчиков, факультет иностранных языков, английский, немецкий. А вы как раз, когда отдыхаете, может, где-нибудь за границей, вы пользуетесь своими знаниями языка? Они сохранились, потому что там же практика нужна? Нет, ну, на бытовом уровне сохранились, да. То есть если говорить о переговорах, если о каком-то серьезном, какой-то серьезный разговор, то, конечно, тут нужен переводчик. Поэтому вот в Магнитогорске театр очень много ездил, за рубеж последние годы. И, в общем, у меня был профессиональный переводчик, который помогал мне вести всю переписку. А как вы отдыхаете? Вы все равно, сейчас я спросил вас про отдых, вы все равно перешли на работу. Вы же отдыхаете когда-нибудь, как вы это любите делать? Ну, к сожалению, сейчас спортом тяжело, со спортом тяжело. Ну, бассейн, да, бассейн остался в жизни. Вот, очень люблю русскую природу, очень люблю выезжать в лес. Вот, рыбалку люблю. Путешествия бывали какие-нибудь, кроме рабочих? Нет, конечно, с семьей мы много ездим также, поэтому... Вот в этом году, правда, ничего не получилось, семья без меня съездила, отдохнула, потому что у меня отпуск пропал. Ну, надеюсь, еще на верстане. У нас рубрика «И кратко», это короткие вопросы и, по возможности, короткие ответы от директора Челябинского театра оперы и балеты Владимира Александровича Досаева. Владимир Александрович, готовы? Ваш любимый человек? Жена, ребенок. Так, их уже двое, да? У вас есть хобби, кроме работы? Ну, люблю читать. Так, сразу тогда спрошу, любимая книга? Ну, я бы не говорил, я полиглот, я могу сегодня читать «Детектив», завтра могу слышаться, серьезная, послезал. Какой-то конкретный, настольный, да? Любимая страна? Любимая страна? Ну, наверное, все-таки там, где родился. Россия. Любимый фильм? Любимый фильм. Ну, вот здесь та же история, что с книгами. То есть, я бы вот, когда люди говорят, что вот у меня такой любимый фильм, такой любимый актер, ну, и тысячи, тысячи фильмов, и каждый день, чтобы направлять все тысячи книг. Ну, хорошо, а сейчас вы какую книгу читаете, и какой фильм посмотрели? Вот так вот, последним. Ну, я сейчас читаю очень странные записки директора императорского театра. А, очень-очень странно, как-то даже непонятно почему, да? Да, это такая редкая книга, она издана была очень маленьким тиражом, где подробно описана его ежедневная работа. А это помогает? Ну, не столько помогает, сколько интересно. Вот иногда сопоставляешь какие-то вещи, и... Ведь, понимаете, все, что читаешь, оно, может быть, сегодня не помогает, оно откладывается потом в голове, вдруг и неожиданно возникает. Я всегда тоже, мне говорят, вот ты вот придумал. Я говорю, я ничего не придумал, я просто изучил чужой опыт, и он у меня лежит где-то там под корки. Музыкальные предпочтения, любимая музыка? Джаз, наверное, сегодня. Что вы слушали, когда вы ехали к нам в машине? К сожалению, ничего, по телефону общался. А у вас какая машина? У меня личной машины нет, служебная, Волга. Вот, отлично. Волга, наш отечественный автопром. Что бы вы изменили в своей жизни? Я бы в своей жизни... Ну, вот, все-таки, наверное, больше бы уделял времени действительно семье и отдыху. Этого хочется, но не получается. А куда бы вы сорвались, если бы можно было уехать сейчас прямо? Ну, туда, где тепло, не там, где пляж, а где можно комфортно, в рубашечке, в маечке, походить, посмотреть старину. Я очень люблю именно старину. А у вас в каком... Когда день рождения? У меня день рождения 14 февраля. О, прям... Нынче это очень популярное, да. Тогда родители не знали, поэтому... По-другому. Ага, тогда бы назвали Валентином, наверное. А как вы отмечаете свой день рождения? Я, честно говоря, пытаюсь всегда сбежать. И куда вы сбегаете? Да хоть куда угодно. В лес, за границу, когда удается это сделать, когда работа не давит. А любимый день недели? Любимый день недели, ну, как у всех, пятница. А что такое счастье, по вашему мнению? Ну, хочется, чтобы покороче, прям так емко. Ну, счастье, когда ты достигаешь того, чего мечтаешь. А вы счастливый человек? Думаю, что в своей основе, да. А придете к нам еще раз? Ну, если будет черная икра, то да. А, вот оно, договорились. Я хочу вас сейчас посвятить, принять в клуб членов икры на СТС. Нас уже много. Очень много людей приходило сюда. И вот это вот такой вот членский билет. Икра, телеканал, СТС. Это я вам вручаю. Его не обязательно беречь и предъявлять. Да, а я как раз хотел спросить. Не надо заходить сюда и показывать банк? Нет, мы теперь знаем, что вы с нами. Я хочу вас поблагодарить за то, что вы нашли время и пришли. К нам у нас в гостях был директор театра оперы и балета Челябинского областного театра оперы и балета Меглинки. Владимир Александрович Досаев, а мы с вами прощаемся. Впереди у нас в следующую субботу тоже экран на СТС. До свидания. До свидания. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok